Первой остановкой мэра в Кудепстинском сельском округе стал каньон Чертовы Ворота. Даже в бодне здесь много отдыхающих. Это и гости курорта, и сами сочинцы. Кто-то исследует туристические тропы в национальном парке, кто-то проводит премию в беседке с шашлыком. Большие экскурсионные группы сюда пока не приезжают, но перспективы, считает глава города, у этой достопримечательности неплохие. Правда, прежде чем рассчитывать на поток туристов, придется изменить инфраструктуру самого объекта. Мы хотим не прямой доход от туризма, а прямой доход – это объекты размещения и питания. А мы хотим, чтобы побочный заработал. А побочный – это вы, экскурсии, и все должны зарабатывать. Я уже сказал, дать возможность бабушкам, которые выращивают здесь черешню, малинку, яблоки, персики, дать возможность сесть или рыночек вот такой маленький сделать на подходе вот здесь. И пусть они продают. Не хуже достопримечательностей должны выглядеть и дороги к ним. И если саму трассу мэр признал вполне достойной, то вид из окон туристического автобуса, по его мнению, вряд ли можно назвать живописным. Во дворах многих домов куча мусора, возле дороги – неказистые заборы. Анатолий Пахомов напомнил, что за неубранные дворы в зоне гостеприимства жители ждет штраф. Правда, и сельские власти не спешат приводить подведомственные им территории в порядок. Поэтому мэр прямо во время объезда снял главу администрации Кудэпстинского сельского округа с должности. Тем более, что Сергею Беляеву так и не удалось организовать детский отдых. В селах до сих пор нет ни одной спортивной площадки. Решать эту проблему придется уже новому главе сельской администрации. Для того, чтобы был спортзал у детей, я найду деньги. До конца лета в округе предстоит решить и еще одну, уже не детскую проблему. Жители жалуются на оползень, который уничтожил часть дороги к местной школе. За прошедший год дорога на участке Кузнечина 25-27 обвал полный, 4 километра дороги. До 1 сентября мы сделаем вот тот обвал, который произошел лишь в результате стихии. Именно он нужен для того, чтобы восстановить автобусное сообщение. Еще одна проблема села – медицинское обслуживание. За помощью жители зачастую обращаются в ближайшую Хостинскую поликлинику. Но из-за принадлежности округа к Кадлерскому району врачи нередко отказывают в приеме больным, хотя это и незаконно. Хостинская поликлиника не принимает наших больников. Вы можете в любой хостинской поликлинике и в любой хостинской больнице получать медицинское обслуживание. Понятно? Если вдруг, если вдруг случится, что человеческий фактор сработает, если вдруг случится это, звоните по телефону моему. Сочинцы рассказали и о том, что рейсовые автобусы, которые ездят в их села, малогабаритные, не вмещают всех желающих. Анатолий Пахомов распорядился провести мониторинг с участием самих жителей. Если выяснится, что в общественном транспорте действительно не хватает мест, на маршрут выйдут более вместительные автомобили. Правда, только в том случае, если это будет экономически обосновано. Следить за тем, как меняется сам район и объезжать отдаленные села глава курорта пообещал регулярно. Ну а новый глава Кудепстинского сельского округа будет назначен на следующей неделе.